Дворянский собрание Это группы населения Тульской области, которые очень волнуются за своё будущее, за то, как она будет жить в этой Тульской области. Это депутаты всех уровней, члены общественной палаты Тульской области, это представители промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, духовенства, средств массовой информации, активные жители. Мы очень рады, что встретились с вами. Мы благодарны за то, что вы пришли на эту встречу. Ведь сегодня будут разбираться серьёзнейшие проблемы, от которых зависит жизнь в Тульской области. Вы знаете, что данный формат встречи и встречи мне предложил организовать временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, у которого сегодня такая очень знаковая дата – 50 дней с того момента, как он возглавил этот серьёзный пост. Когда Алексей Геннадьевич предложил мне стать модератором на этой встрече, и мы обсуждали тематику этой встречи, то формат предложенной был именно таким – непосредственный прямой диалог со всеми представителями тульских слоёв населения, потому что речь идёт о долгосрочной программе развития нашего региона. Итак, уважаемые дамы и господа, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дюмин Алексей Геннадьевич. Сегодня я хотел бы поделиться с вами своим видением ключевых направлений, которые могут лечь в основу программы развития Тульской области. Признаться, я уже поручил правительству региона подготовить её проект, но считаю принципиально важным, чтобы он создавался не тихо в кабинете чиновников, а при самом широком участии нашего общества. Чтобы мы вместе выбрали наиболее значимые, волнующие людей проблемы и чётко спланировали, как и в какие сроки и какими средствами их решать. Подчеркну, что главная цель предлагаемого обсуждения – определить программатичную стратегию, которая будет основана на объективных потребностях и возможностях, будет реалистичной и учтёт максимум наших с вами мнений. Знаете, когда назначали день в сегодняшнем мероприятии, кто-то из коллег сказал, а давайте 23-го, 50 дней в должности. По цифрам согласен, юбилей, но всё же это понятие подразумевает, что это более значимое. Прежде всего, значимые дела, а в данном случае это дела лишь намеченные. Прошедшие 50 дней позволили мне погрузиться в проблематику региона. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помог мне в этом. Увидеть весь спектр задач, перспективных направлений, побывать в разных уголках области, на предприятиях. И самое главное – познакомиться с людьми. И сейчас я совершенно точно знаю, с таким экономическим и человеческим ресурсом, как в Тульской области, можно реализовывать самые амбициозные и масштабные инициативы, направления которых я предлагаю программам развития, можно отнести к трем периодам их реализации. Первый – и по очерёдности, и по важности. Это решение насущных, наиболее чувствительных для людей проблем. Они всем нам известны. Это ветхое жильё, некачественное медицинское обслуживание, нехватка рабочих мест и, конечно, наши с вами дороги. Этими проблемами займёмся безотлагательно, как говорится, в текущем режиме и под ежедневным контролем. Второй период, назовём его средносрочной перспективой. Это то, что сложно решить в течение месяца и даже года. Говорю об ощутимом повышении качества жизни людей, в том числе выходе на второе место в Центральном федеральном округе по реальным доходам населения. Сегодня это пятое-шеестое место. Временной отрезок, который выделен на это – пять лет. И третий период – перспектива долгосрочная, до 30-го года. Это интенсивное развитие достигнутого. При этом сама программа развития региона, разработка которой, повторяю, придёт при участии экспертов и общественности, касается второго периода – 16-21 год. Главный стратегический приоритет программы – то, что объединит всё её направление. Это повышение качества жизни наших с вами людей. Причём это не абстрактное понятие, совершенно конкретный и реальный план. Качество жизни складывается не только из материального обеспечения, из-за денег на еду, одежду, крыши над головой. Ну какая это одежда и какое это жильё. Из того, насколько доступны для нас достойные медобслуживания, хорошее образование, культурные ценности. Есть ли нормальная, адекватно оплачиваемая работа, как обеспечена личная безопасность и безопасность наших семей. Благоустроен ли двор, где гуляют наши с вами дети. И очень важно, насколько востребован человек и профессионально, и как гражданин, что мнение слышат и, самое главное, учитывают. И ещё одно отношение к пенсионерам, к ветеранам, к людям с ограниченными физическими возможностями. Представители власти должны здесь показывать пример. Обеспечить своим действием уверенность людей в сегодняшнем, завтра, всем дне, в чувстве защищённости. Из всего этого и складывается то самое качество жизни, которое, кстати, в конечном итоге определяет без всякого привлечения, не побоюсь этого слова сказать, судьбу всей нашей нации. Вспомнить хотя бы такую важную для любого государства сферу, как демография. Ведь продолжительность жизни, желание и возможность иметь большие семьи, здоровье – это просто отражение условий, в которых живут люди, их достатка и внутреннего комфорта. Ещё раз повторяю, повышение качества жизни – это ключевая цель, которая определяет выработанные нами с вами приоритеты. К числу таких приоритетов, безусловно, относится образование. Для Тульской области я бы определил его направление как образование будущего, кадры промышленности. У каждого региона есть свои традиционные сильные стороны, своего рода визитные карточки. То, с чем связывают в стране и в мире, у нас – это промышленность. Считаю целесообразным максимально сориентировать сферу образования на потребности наших производственных оборонных предприятий и создать в Тульской области единую образовательную систему. Что это значит? Речь о непрерывном техническом образовании, которое начнется с формирования интереса к определенным специальностям еще в дошкольных учреждениях, продолжится в виде, скажем, профориентации в школе, закончится в УЗИ. Например, в промышленном университете кампусного типа, который можно открыть в регионе и который будет обеспечивать инженерами, технологами и управление как местные предприятия, так и заводы-фабрики нашей страны. Кроме того, учитывая концентрацию в области промышленных предприятий, надо проработать возможность создания корпоративного университета при крупной госкорпорации. Важный сегмент непрерывности обучения – внешкольное дополнительное образование. В этой части предлагаю открыть совместно с Агентством стратегических инициатив детский технопарк «Кванториум», который поможет талантливым ребятам развиваться, учиться головой думать, руками научиться что-то сделать и в целом выбрать свою профессию. Конечно, не должны остаться без внимания и более привычные виды образовательных учреждений. Говорю о строительстве новых и модернизации действующих школ и садов. Оформировании системы образовательных услуг, направленных на раннее развитие детей, независимо от места их проживания, состояния здоровья и, самое главное, социального положения. А также системе выявления и поддержки нашей с вами одаренной молодежи. В целом, к 2021 году правительство региона планирует создать в общеобразовательных учреждениях более 6 тысяч дополнительных мест и ввести в эксплуатацию 26 новых зданий и дошкольных организаций. Особое значение для Тольской области и ее ратными традициями безусловно будет иметь возрождение Суворовского военноучилища. Но об этом вы все слышали. Еще один приоритет предлагаемой программы развития также связан с промышленностью и экономикой и мог бы получить название «Новая индустриализация». Повторю, Тольская область – это традиционно мощный промышленный центр, и опорная отрасль здесь всегда была и остается оборонной. Логично наладить транзит технологий производства из гражданской промышленности, военной, и наоборот. Инструментом развития может стать создание свободной экономической зоны, которая включила бы предприятия и образованные при них научно-исследовательские центры. Сначала в качестве пилотного проекта реализовать это на узловой, если получится идти дальше по области. Особое внимание малому и среднему бизнесу. Он может и должен занять свое место, в том числе рядом с промышленными гигантами. Наладить кооперацию, а где-то и взять на себя отдельные этапы производства. Будь то сырье или комплектующее. Нужно учиться все производить в своей стране. Следует сконцентрироваться на запуске бизнес-инкубаторов и технопарков для малых инноваторов, прежде всего выпускающих продукцию, которая пойдет на экспорт. Не секрет, что они намного быстрее и эффективнее создают высокотехнологические товары и услуги и готовы стать надежными партнерами крупных предприятий. Кстати, полные циклы производства, широкую кооперацию, внедрение современных методов надо поддерживать и в аграрном секторе. Опыт показывает, что эти подходы позволяют сельхозпроизводителям окупать все затраты в разумные строки и скорее выходить на приличную прибыль. Кроме того, полноценная, четкая модель производства всегда привлекала инвесторов. Тем более мы планируем предоставлять льготное налогоблажение тем, кто будет инвестировать на территории Тульской области в форме капитальных вложений. Уверен, за два ближайших года все это станет стимулом для роста производительности труда в промышленности, увеличить долю продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, позволит существенно увеличить объемы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета нашей области. И еще один момент, на который хотел бы остановиться. Органам власти при реализации инвестиционных проектов следует минимизировать нагрузку на бюджет не только через привлечение частных инвесторов, но и через развитие социального предпринимательства. Этот институт развит еще очень слабо. Представлен в основном проектами ЖКХ и инфраструктуре. А надо распространять такую практику посевместно и в здравоохранении, и в образовании, и в соцзащите. Все необходимые законодательства для этого есть. Есть международный опыт. Надо просто начинать работу. Говоря о минимализации нагрузки на бюджет, замечу, что подходы к управлению государственным и муниципальным имуществам следует нам с вами сегодня уже пересмотреть. В собственности региона и на местах сейчас довольно много как стратегических, так и непрофильных объектов. В том числе, часто обременительном этом хозяйстве надо наводить порядок. Подчеркну, уже надо это делать сегодня. Следующий приоритет – здоровый регион. Здесь несколько одинаково важных задач. Первое – это доступное и качественное медицинское обслуживание. Думаю, не ошибусь, предположив, что в подготовке именно этой части программы нас ждет наиболее сложная с вами работа. Проблемы системы здравоохранения Тульской области общие для всей страны. Но это не значит, что сегодняшние результаты работы медучреждений надо считать оптимальными. Напротив, надо искоренять проблемы. С особым вниманием реагировать на мнение людей, на сигналы с места. Убежден, что в вопросах обеспечения медпомощи мелочи не бывает, как и во всем, что связано с жизнью наших, подчеркну с вами, людей. Вторая составляющая – это окружающая среда. Для Тульской области, как крупной промышленного региона, этот вопрос стоит очень остро. И мы все прекрасно это понимаем. И наша область вправе стать пилотным регионом для внедрения новых технологий экологического оздоровления. Экологические проблемы, которые копились десятилетиями, быстро, увы, нам с вами не решить. Необходима комплексная программа экологической безопасности региона. Нужны эффективные механизмы воздействия на предприятия с так называемыми грязными производствами. Эти механизмы обяжут их строить и модернизировать очистные сооружения, использовать передовые технологии, создавать новые рабочие места в сфере переработки отходов. И третья задача, связанная со здоровьем, – это, безусловно, массовый спорт и воспитание культуры, активного образа жизни. Здесь не только продолжать все существующие профильные программы, но надо запускать новые. Связанные с созданием спортивной инфраструктуры, прежде всего, в образовательных учреждениях и по месту жительства, с развитием системы соревновательных мероприятий на всех уровнях. Олимпийские игры в образовательном будущем, конечно, нам то ли с вами не привести, но мы к этому будем стремиться. Далее хочу озвучить приоритет, где тесно связаны и глобальные задачи социально-экономического развития региона, и тема очень личная, связаны с судьбами семей, с историей нашего края. Это приоритет – достойная жизнь на малой родине. Сегодня 29% наших жителей – это люди старшего, не тотдоспособного возраста. Отток молодежи, причем не только из отдаленных поселков, но и из Тулы, меньше не становится. Люди рвутся в Москву, даже понимая, что не каждый способен там найти свое место. Три-четыре часа дороги они тратят и в своей жизни. Это, увы, тоже не уникальная проблема Тульской области. Она актуальна для всех регионов, которые окружают Москву, но решать ее надо вместе с вами. Есть поговорка «Где родился, там и пригодился», но она подходит лишь тому, кто востребован и кто нужен той родине, где он появился на свет. Когда сфера услуг и досуга, больницы, школы, правопорядок сопоставимы или хотя бы максимально приближены к столичным. Когда город и село имеют оригинальный облик и удобную инфраструктуру. Когда свободно развивается предпринимательство, есть нормальная работа, есть приличное жилье. К 2017 году нам необходимо расселить из аварийного жилья 16 тысяч человек. Для этого уже сегодня надо продумать вопрос обеспечения льготных условий для жилищного строительства. Среднее время получения разрешения на строительство не должно превышать 70 дней. Присоединение к сетям водоснабжения – 36 дней. К сетям теплоснабжения – 40. Считаю, что нам надо увеличить долю жилья эконом-класса для населения с низкими и средними доходами. Ведь это не только пенсионеры, но и наша с вами молодежь. И кроме того, обеспечить все для населения, в первую очередь, это доступность оплаты жилья и, самое главное, коммунальных услуг. Ресурсы для этого имеются. Надо сесть, просчитать и начать работу. Также следует разрабатывать программы льготного и потечного кредитования для специалистов наших промышленных предприятий. Это позволит сохранить и привлечь новые квалифицированные кадры. И еще одна тема, которая является неотъемлемой частью достойной жизни, к которой России относятся с особым чувством – это, конечно, наши с вами дороги. К 2021 году предстоит построить и реконструировать более 400 километров дорог регионального и местного значения. Ключевыми проектами станут автодорога, соединяющая магистрали Крым и Дон, расширение восточного обвода и строительство моста через реку Упа в Туле, создание логистического центра «Ефремовский хаб». Это крупные дорожные проекты, но они не снимают необходимости заниматься дорожным покрытием в городах и селах области, выстраивать грамотные схемы движения. Эти задачи также надо отразить в нашей с вами, повторяю, общей программе. И, наконец, последний по счету, но не по значимости. Приоритет – это сохранение наследия и развитие туризма. Об историко-культурных традициях Тульской области говорить можно часами. Вы это прекрасно все сами знаете. А нужно сделать так, чтобы об этом знали не только жители региона, и чтобы в России и за рубежом люди связывали Тулу не только с пряниками и самоварами. Но хочу отметить, пряники действительно вкусные, а самовары у нас самые лучшие. Но все же, кроме них, здесь потрясающая природа, удивительные памятные архитектуры, места, связанные с выдающимися людьми. Поэтому нам следует развернуть в хорошем смысле слова агрессивную рекламную кампанию и ярко представить традиционные тульские бренды и малоизвестные достопримечательности. Мы продолжим проект туристического кластера «Русские усадьбы». А еще привлечем к сотрудничеству профильные общественные организации. Я думаю, такое, как «Русско-географическое общество», которое разрабатывает туристические маршруты, и организует экспедиции не только по России, но и за рубежом. Ядром для развития международного туризма, конечно же, станет Ясная Поляна. Здесь будут созданы образовательные и научные центры, которые будут стимулировать формирование сети отелей, конгресс-центров и прочей инфраструктуры, необходимости для привлечения всего мира тех, кто изучает и просто любит русскую историю, литературу и наше с вами искусство. И, конечно, особое место в популяризации наследия тульской земли следует посвятить оружейной теме. Говорю в том числе и о нашем музее, чья коллекция ничуть не уступает лучшим собраниям Европы и мира. И нам надо сделать все, чтобы музей получил заслуженное международное признание и самую широкую известность, в том числе среди знатоков и любителей военно-технической истории. В конце концов, Тулы – это родина русского оружия. И для нас дело чести представить ее достойно, содержательно и по-современному. Вот такие у нас, уважаемые коллеги, планы, точнее, часть планов. Еще раз повторю, программа развития области станет нашим общим с вами решением. Люди должны не просто знать, по какому пути они движутся, они должны его выбрать сами. Только тогда все у нас с вами будет получаться. Проект программы скоро будет опубликован в СМИ и на сайте «Открытый регион 71». И мы с командой правительства Тульской области готовы его корректировать, расширять, детализировать и исходить из предложений, которые будут поступать через сайт, общественную палату и другие каналы. А чтобы эти предложения не потерялись, предлагаю соревновать экспертный совет, который будет учитывать, собирать позиции и точки зрения. Приглашаю вас к разговору. Спасибо за внимание. Уважаемые друзья, я думаю, что выступление временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области не оставил вас без особых впечатлений. И можно вас попросить поделиться, сделать так небольшой экспресс-анализ, сказанного Алексеем Геннадьевичем, и попрошу обменяться впечатлениями. Пожалуйста. Слово предоставляется проректору Тульского педагогического университета Емельева Николаевича Толстого, Подрезову Константину Андреевичу. Пожалуйста. Алексей Геннадьевич, для начала я хотел бы действительно выразить огромную признательность за то, что вы сегодня инициировали эту встречу, инициировали этот разговор, пригласили всё общественное сотрудничество. Вы выделили в своём выступлении несколько стратегических направлений дальнейшего развития области. И в конце своего выступления абсолютно правильно сказали, что для того, чтобы этот вопрос не повес в воздухе, а дела делались, сформировать экспертный совет. Не считаете ли вы дополнительно целесообразным к экспертному совету сформировать несколько экспертных групп по тем направлениям программы, которые вы выделили? Константин Андреевич, я с вами полностью согласен. Тот спектр вопросов, которые я сейчас предложил, он, конечно, расширенный. И требует проработки детально каждого направления. И поэтому, естественно, будет логично создание нескольких экспертных групп по каждым направлениям. Поэтому я с вами абсолютно согласен, поправка принимается. Спасибо. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, слово предоставляется генеральному директору крупнейшего сельскохозяйственного объединения «Лазаревская» Фёдору Григорьевичу Романовскому. Пожалуйста. Уважаемый Алексей Иванович, ну, прежде всего, тоже я выражаю благодарность от всех селян наших. Действительно впечатляет, так сказать, стратегия развития Тульской области. И приятно слышать, что абсолютно охвачены все отрасли. Ну, и, конечно же, мы понимаем, где мы находимся. Это промышленная тула, развитие индустриального сектора, это подготовка кадров, это индустриализация новая, которую вы сегодня озвучили. Но я о своём, хотел сказать о сельском хозяйстве. Сегодня вы тоже также отметили, что село будет развиваться. Но что хотелось бы. Нельзя всё-таки прописать дальнейшее развитие сельского хозяйства и улучшение жизни селян. Более чётко. Спасибо. Спасибо. Фёдор Григорьевич, я хочу сказать, что два пласта – это промышленность и сельское хозяйство, определяют экономику страны. И, конечно, каждый четвёртый житель нашей области – это житель села. Естественно, ваше замечание очень правильное. Я хотел бы вам предложить не просто поучаствовать, а с учётом вашей инициативы возглавить рабочую группу по сельскому хозяйству. И предлагаю вас к сотрудничеству. И все вот эти вещи, которые вы сейчас сказали, они абсолютно правильные. Поэтому это тоже учитывается, и мы будем над этим работать. И я вам предлагаю ещё раз возглавить эту рабочую экспертную группу. Спасибо вам большое. Слово предоставляется Николаю Александровичу Макаровцу, генеральному конструктору НПО «Сплав». Уважаемый Алексей Геннадьевич, конечно, вы сформулировали сегодня такую крупную стратегическую программу развития Тульской области, промышленности, которая просто впечатляет. И понятно, что все её поддержат, это наш долг вместе выполнять такую обширную программу. Вот так по-человечески скажу, а что надо мне в моём возрасте, да? Кроме, естественно, любимой работы, успехов. Конечно, хочется, чтобы сотрудники на работу приезжали вовремя, чтобы они не болели, чтобы у детей было хорошее образование. И, безусловно, это должно обеспечить творческий успех нашей оборонки. Мы тесно в этом направлении, оборонщики, работаем с нашим правительством, с министерством. Обстановка последнего года декабря была очень благоприятная, потому что, я напомню, в Сирийской Арабской Республике воевало 11 образцов тульского оружия. И это анализировалось не только нами, но и будущими покупателями и конкурентами. И за эти два месяца достаточно много поступило предложений от многих стран, которые даже и не планировали покупать. Даже иногда думаешь, а где они взяли деньги? Они обещают платить. И это нам надо просто поддерживать. И я еще раз повторю, что это анализируется и нашими конкурентами. Я не хотел поднимать частные вопросы, хотя и планировал. Я просто прошу вас еще раз поручить, вот с Юрием Михайловичем согласованно, провести анализ тех угроз, которые появляются сегодня по сравнению с положительными планами декабря месяца, с прогнозами, какие были объемы в связи с тем, что сегодня ощущается содержка контрактов, долги и угрозы получить контракты без авансов. Что, безусловно, ударит по нашим налогам на прибыль. Это нам очень важно. Поэтому мы, безусловно, эту работу с правительством обсудим и выдадим вам решение, если надо, попросим вашей просьбы. Я считаю очень важным сегодня, недопустимым, это совпадает с вашими программами, чтобы мы не платили зарплату. Вот сегодня есть очень больное место в Тульской области, замечательный институт НИТИ. Технологический институт, который имел полторы тысячи человек, был почти лучшим в мире институтом по второй комплектации по технологиям. Осталось 270, долги по зарплатам 40 миллионов, набран объем 30 миллионов вместо 300 миллионов. И я хочу сказать, такое печальное состояние института, что здесь надо принимать меры. Институт подчиняется нашему концерну Техмаш, это Растех. И нужно здесь по-человечески сложные такие срочные меры принимать. Иначе это просто неправильно, когда мы сегодня там не платим зарплату. Отдельно хотел бы сказать о кадровой обеспеченности. Вообще, к сведению вас, что у оборонщиков есть некоторые преференции Министерства высшего образования, извините, потому что у нас есть целевой набор. В этом году у нас составит 53 человека на различные оборонные специальности. Это дает нам возможность выбирать лучших студентов. И мы этим пользуемся. Это несколько предприятий имеют здесь льготы. Но мы постоянно видим утечку отличников. Постоянно. Хотя сегодня все учатся по стандартам. Стандартно одинаковый. В МВТУ, у нас, так сказать, всех. Нужно повысить там привлекательность. Взять каждого отличника на учет. И всячески на ранний, еще когда он сдает экзамены, агитировать и привлекать его к нам. Степениями дополнительными. Мы, кстати, вот КБП хорошие степении платят. На днях мы установили новую степендию денежки на имени. Всячески нам необходимо постять эту категорию. Потому что очень обидно, когда молодые отличники едут учиться в вузы, которые дают те же самые дисциплины. Но считается как бы приоритет Москва, хотя там особенно ничего и нет. Для нас, я считаю, исключительно это важно. И поэтому ваши планы предложить восстановить, не восстановить, а образовать кадетский корпус. Но это считайте, что мы восстановим то Суворовское училище, которое было после войны в Туле. И было очень популярное. Второе, я искренне вам признателен за то, что вы поддержали инициативу Тулу воссоздать военных кафедров. Это снова неправильно, когда военные кафедры ликвидированы. Это тоже бьет и по престижу нашего Тульского университета. Да и снова тянет их куда-то в другие города, где кафедры есть. Но пока вот кафедры нет, это, я понимаю, немножко такой процесс длительный. Ваше предложение создать научные роты, вот, с учетом того, что у нас все равно несколько курсов останутся уже вне военных кафедрах, оно интересно, потому что я считаю, что, наверное, вот то, что наши сотрудники, в том числе сплава, КБП, которые уходят рядовыми солдатами в армию и не используются их знания и потенциал, это просто неправильно. Это готовые офицеры российской армии, но их вот в силу многих обстоятельств, вот, так сказать, пускают не туда. Поэтому полностью поддерживаю ваши планы и, конечно, желаю успеха вам с нами, нам с вами, потому что это большая такая серьезная задача. Спасибо за программу. Спасибо. Спасибо большое. Одну секундочку. Николай Александрович, вы уже практически начали рабочую группу экспертную. Уже сейчас уже приступили к обсуждению тех насущных проблем, которые надо обсуждать. Я с вами абсолютно согласен. Вы уже выступили в качестве уже первой экспертной группы. Мы уже тут ряд вопросов уже пометили. Мы в этом направлении будем двигаться. Спасибо вам за поддержку. И, пользуясь случаем, именно в этом зале я бы хотел еще раз поздравить с тем юбилеем, который у вас был, пожелать вам здоровья. И я хочу сказать честно, что я очень горд, и что я живу с такими легендами в наше сегодняшнее время. Поздравляем вас еще раз. Что касается председателя правительства, который Юрий Михайлович здесь, он мне, если что-то поправит, то по тем направлениям, которые вы озвучили, мы уже начали работу плотно и по линии Министерства обороны, и по линии других ведомств силовых. Поэтому, я думаю, эта работа будет продолжена. Это не просто слова. Мы действительно начали этим заниматься. Спасибо вам большое за поддержку и за добрые слова. Уважаемые коллеги, слово предоставляется руководителю агентства стратегических инициатив Андрею Сергеевичу Никитину. Пожалуйста. Спасибо большое, Алексей Геннадьевич, за ваше приглашение поучаствовать в обсуждении и в разработке стратегии развития Тульской области. Если ОСИ и Тульская область давние партнеры и есть успехи в этом сотрудничестве, я бы, наверное, хотел озвучить четыре направления, в которых мы, как мне кажется, должны быть вашими помощниками. Во-первых, очень достойное место Тульская область занимает на карте инвестиционной привлекательности России. Но это место еще не первое, и нам однозначно есть куда расти, однозначно есть административные барьеры, которые можно и нужно снимать в работе бизнеса, в работе с инвесторами. Здесь мы готовы максимально подключаться к этой работе. Очень важно, что вы поставили задачу разработки стратегии и поставили эту задачу в партнерстве со всеми группами, слоями общества Тульской области, потому что мой опыт говорит о том, что стратегия как бумажка есть во всех 85 регионах. И, как правило, это документ, который где-то потом ложится на полку и в лучшем случае вспоминается года через четыре, когда надо ее пересматривать. И очень мало где есть стратегия, которая реально направлена, во-первых, реально разработана с участием граждан и предпринимателей, и руководителей, и реально направлена на конкретные изменения. Поэтому я думаю, что разработка такой стратегии сама по себе очень сильно выдвинет Тульскую область вперед. То есть Туло будет одним из локомотивов, и другие регионы тоже смогут здесь чему-то поучиться. В этом смысле очень важно то, о чем говорил наш президент на Петербургском экономическом форуме в прошлом летом. Он говорил о том, что экономика усложняется, общество усложняется, функционально управлять уже невозможно, нужно переходить к проектным принципам работы. Я знаю, что в Тульской области такой проектный офис правительства сформирован. Здесь мы готовы будем тоже оказывать максимальное содействие, чтобы, как вы сказали в своей речи, задачи решались не перебрасыванием от министерства к министерству, а конкретные, достигались результаты по каждому пункту. Также очень важно то, о чем вы говорили про образование. И здесь я хотел бы сказать, что одна из тем, которая мне представляется крайне важной, это движение молодые профессионалы, об этом президент в послании говорил, это движение соревнований рабочих профессий. Тула – это, можно сказать, столица рабочих профессий. Вот это движение сегодня в России активно развивается, оно через соревнования позволяет нам увидеть, где, может быть, по сравнению с мировым уровнем, мы недорабатываем с точки зрения образования нашей молодежи именно в средних профессиональных учебных заведениях. Я считаю, что Тульская область для вот этой системы молодые профессионалы должна стать одним из опорных центров, центров развития и центров создания методологии образования, в том числе и по рабочим специальностям. И здесь, конечно, вот тот федеральный университет, о котором вы говорили, он должен стать финальной точкой сборки всей этой компетенции. Очень важно в социальной сфере двигаться вперед, и здесь мы, безусловно, сделаем все, чтобы в самое ближайшее время детский технопарк Кванториум был открыт. У нас очень большая проблема в стране, у нас только 4% детей, которые занимаются дополнительным образованием, делают это в технических и естественно-научных областях. Музыка и спорт – это очень важно, но юных инженеров, юных физиков, юных химиков нам, особенно здесь, в Тульской области, нужно тоже, в общем-то, готовить. И дети должны со школы уже выбирать эти профессии и начинать что-то делать. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотел сказать, наверное, мы с вами, мы вам предложим еще и какие-то инновационные проекты, которые сейчас появляются, появляются какие-то очень интересные решения в рамках национальной технологической инициативы. Вот одно из них могу озвучить, это составление 3D-карт при помощи беспилотников, это позволяет уточнять кадастровые границы. Вот мы с коллегами из вашего правительства, уже производители, начали прорабатывать эти проекты. Реализация, построение таких карт, оно позволит для муниципалитетов дать эффект по первому году, там, не менее 150 миллионов, около 300 миллионов каждый год последующий. За счет уточнения границ, выявления неиспользуемых участков и так далее. Вот такие инновационные проекты мы тоже будем стараться предлагать вам, реализовывать на Тульской земле. Еще раз хотел вас поблагодарить за приглашение. Мы будем максимально тесно и подружески вместе работать. Спасибо. Спасибо. Андрей Сергеевич, ну, первое, что я хочу сказать, что вы не просто наши партнеры, вы наш стратегический партнер. Второе, я хочу вам предложить сменить место жительства, переехать в Тульскую область, на ваше решение. Учитывая ваш богатый опыт, и мало того, что ваша молодая команда – это генераторы идей, так есть еще реализуемые проекты, которые действительно работают и достаточно в отдельных регионах освещают экономику. Поэтому вам большое спасибо за поддержку, за ваш богатый опыт и за партнерство, которое вы сделали приоритеты, расставили. Ну, а что касается предложения моего, переехать в Тульскую область, она стоит в силе. Подумайте, пожалуйста. Спасибо вам большое. Слово представляется директору ВГРТ Аттула Сергея Александровича Белова. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Воспользуюсь своим журналистским правом и задам, наверное, вопрос не совсем в контексте вот этой беседы. Но не могу не задать, опять же, мы журналисты, народ такой смелый даже здесь. Чересчур иногда. Надеюсь, это комплимент. Конечно. Спасибо. Скоро выборы. Они совсем скоро, через полгода, 18 сентября. Жители России будут выбирать депутатов Госдумы, ну а мы, жители нашей губернии, славно еще и губернатора. Алексей Геннадьевич, вот то, что вы сегодня сказали, это предвыборная платформа будущего кандидата? Спасибо. Сергей Александрович, ну это, наверное, все-таки не по теме сегодняшнего нашей встречи. Я ждем большую прябку. Не, ну почему же, я могу прокомментировать. Вы знаете, дело не в выборной программе. Будет это Дюмин, Иванов, Петров, Сидоров. Мы сделали большую работу. Мы расставили акценты, мы расставили определенные приоритеты. И это делать надо уже некоторые вещи сегодня. Некоторые вещи это надо будет делать завтра, через год, через два года. Те приоритеты и временные интервалы я расставил. И независимо, кто здесь будет находиться, еще раз повторяю, лодка, большая корабль в Тульской области, она должна идти под парусами, у нее должен быть рулевой. И курс этот должен быть выдержан именно в тех направлениях, которые мы обозначили. А что касается выборов, я еще раз повторяю, со мной либо это без меня, мы все равно к этому придем. И нам все равно это надо будет делать. Потому что это основное, это касается Тульской области, наших жителей и в целом всего того, что мы имеем. Поэтому примерно так. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите подвести черту и завершать нашу первую такую встречу. Я хотел бы узнать у Алексея Геннадьевича, не хочется ли что-то сказать в заключении нашей встречи. Вы знаете, буквально два слова. Во-первых, я хочу всех вас поблагодарить, что вы нашли время, вы собрались, уделили внимание. Я хочу сказать, что я, естественно, надеюсь на активное участие каждого гражданина, который здесь находится, и, естественно, всех наших турских жителей. Первое. Мне очень важно иметь информацию, которая идет с места. И эта информация от каждого гражданина, она должна доходить, она должна каким-то образом аккумулироваться. И исходя вот из этих всех вещей, которые мы будем собирать, конкретизировать, детализировать, мы должны нарастить то, что я вам предложила. Это не окончательная программа, это проект программы. А вот именно с помощью вас, с каждого из вас, мы должны сформировать то, каким путем и какими. Дорог много, путь один, дорогу осилит идущий. И мы должны вместе, сконсолидированно идти по этому направлению. Своё участие я обещаю, что экспертные группы, рабочие группы, я буду находить время, я буду непосредственно участвовать, принимать тоже активное участие. Где-то какие-то моменты, если мне позволят, корректировать, вносить изменения тоже, как жители Тульской области. И моё участие будет. И я ещё в заключении хочу сказать, что я доступен для всех, для вас. И я всегда нахожусь в диалоге с вами. Спасибо вам ещё раз большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»